Поезд здоровья курсирует по городам не только с целью диспансеризации. Большое внимание специалисты уделяют просветительской миссии. Особое место в деле информирования занимает работа с молодежью. Мурманские специалисты встретились со студентами Кольского медколледжа, чтобы в игровой, а следом и в лекционной форме обсудить важность здорового образа жизни. Для работы учат, независимо от возраста, сколько лет надо выпивать. Они говорят, что полутора лет не было. Какая это тогда большая? Ну, это может быть, да, обченый? Нет, они как раз говорят, что чистый. Большая перемена. У студентов есть время, чтобы отдохнуть и послушать приезжих лекторов. Тут же в холле, прямо на теннисном столе, ребята заполняют анкеты и участвуют в викторине. Вопросы разнообразные, объединенные общей темой. Они затрагивают инсульт, затрагивают курение, затрагивают алкоголизм, в частности, пиво и джентоники. Энергетические напитки. Основы рационального питания. И в основном все направлено на здоровый образ жизни в итоге. То есть они захватывают несколько, скажем так, сфер деятельности в медицине. Легко мне удалось здоровый образ жизни, как ответить, как вести себя при нем. А труднее дались вопросы те, как влияют алкогольные напитки, курение и энергетические напитки. Потому что я не знаю, не пробовала. Получив символические призы за участие в викторине, студенты направились в лекционную аудиторию, готовятся к семинару. До этой встречи новую информацию для себя, чтобы пользоваться ею в будущем. И как потом рассказывать, что влияет на алкоголь, на курение или неправильный образ жизни. И так как будущее связано с медициной, мне нужно это знать. И поэтому я рада, что они приехали к нам. Ну а центр медпрофилактики рад вдвойне, когда есть отклик у населения. Тем более, когда слушатели коллеги, будущие медики. Чем больше мы им дадим знаний, тем больше мы дадим им раздаточной литературы, санитарно-просветительского характера, тем больше они охватят население. И они эту информацию вынесут населению. Потому что единственное средство защиты от ВИЧ-инфекции, в данном случае, я говорю, конечно, профилактики, прежде всего, ВИЧ-инфекции СПИДа, это информированность населения. Поэтому мы им даем информацию, они несут ее в массы. Мурманские специалисты и дальше, не только в рамках поезда здоровья, будут активно сотрудничать с нашими студентами и населением в целом. Тем более сейчас, когда в области возникло движение волонтеры-медики. Ведь главное в деле сохранения здоровья не столько лечения, сколько профилактика. Предупреждена болезнь. Значит, вооружен против нее.